Ходит очень много разных мифов. Юра Хелькевич, например, рассказывает, что он, якобы он позвонил в Москву и сказал, что есть замечательная девочка, которая работает в цирке и снимается в его картине «Формула радуги». Я слышала совершенно другие варианты того, как меня нашли. Потому что просто вот ездила ассистентка Гайдая, Татьяна Михайловна Семенова, ездила по разным городам. Девочек искали всюду, и в театральных училищах, и в спорте, и в театрах провинциальных, и в самодеятельности, и в балете, и просто на улице. И когда она приехала в Одессу, она пришла на детскую студию, пошла смотреть картотеку, и ей сказали, что сейчас снимается в павильоне фильм «Формула радуги», и там есть девочка, вот есть смысл на неё посмотреть. А Юра Хелькевич, у которого я снимала свою эпизодическую роль, он решил, что я вполне могу потянуть на роль главной героини. Героиня съёмочную группу не устраивала, и мне решили сделать кинопробы. Как раз во время кинопробы и пришла Татьяна Михайловна Семёнова, которая внимательно на всё посмотрела. Увидела все муки одесской группы, взяла данные девочки, которая стояла перед кинокамерой, это была я, и она уехала в Москву. Я ехала из Одессы, по-моему, через Москву в Тулу на гастроли. И ехала в поезде, я, как сейчас помню, читала журнал «Советский экран», и там было написано, что Леонид Оеевич Гайдай приступает к съёмкам новой картины, «Кавказская пленница», и что будет сниматься знаменитая «Троица», и что будет сниматься замечательная Александра Демьяненко в роли Шурика. И были перечислены и Этуш, и Макрчан, и многие другие артисты. И написано было, что съёмочная группа ищет героиню. Я подумала, как интересно, кто же интересна будет героиней. Приехала в Москву и нашла телеграмму. Вы приглашаетесь на Мосфильм на группу «Кавказская пленница». Телефон такой-то. Я позвонила. Приехала. Мне было любопытно. Я не претендовала на роль Нины. Я не претендовала на победу. Мне как бы... Я совершенно не собиралась менять профессию воздушной гимнастки на профессию киноактрисы. Но я приехала. Познакомилась с Гайдаем. Мы почитали с ним текст. Он назначил... Меня тут же повели, сделали фотопробы. У меня были длинные волосы. Он сказал, ну, а если нужно будет постричься, пострижёшься? Я говорю, ну, если будет нужно. Но как-то мне не очень хотелось стричься. Ну, какие-то локоны делали. Там ещё чуть-чуть короче, короче. Так убирали волосы. По-моему, даже попробовали в паричке меня снять. Ну, в общем, прошли фотопробы. Была назначена кинопроба. И на кинопробу я уже приехала из Тулы. И в павильоне, как сейчас помню, была выстелена травка. Привели ослика. Всё было нормально, всё было хорошо. И ослик зажёвывал мне руку, потому что я должна была его там подкармливать всё время морковкой, чтобы он не уходил из кадра. Я смеялась, веселилась. Всё было очень непосредственно. Их двое. И этот ещё с хвостом осёл мне в счёт. Потом Гайдэ говорит, Наташа, а вот скажите, пожалуйста, вот вы не могли бы раздеться до купальника и смотрят на меня так с опаской? Я говорю, конечно. Потому что для меня купальник это был мой цирковой костюм. Я пошла, разделась на купальник, вышла, прошлась по павильону. Меня сняли. Говорят, ты знаешь, наверное, ты будешь сниматься. Ну, я уехала на гастроли в Тулу. Когда я получила телеграмму, что меня утвердили, я заплакала. Потому что мне не хотелось уезжать из Тулы, не хотелось расставаться с профессией, не хотелось даже на время уезжать из цирка. Тем более, что в Туле у меня была какая-то влюблённость. Я помню, в программе работал артист, который мне очень нравился. И только тогда, когда я уже поговорила с моим цирковым режиссёром, он говорит, ты знаешь, снимись. Снимись, потому что для воздушной гимнастки очень хорошая реклама. Будет в афишу писать исполнительница главной роли в фильме «Кавказская пленница». Я думаю, ну, может быть, я правильно. И поехала сниматься. И, конечно, первое время для меня это был такой мучительный процесс, потому что, во-первых, я привыкла к постоянным репетициям, к физическим нагрузкам. С утра до вечера я готовилась к семи минутам циркового номера. А тут я приезжала на Мосфильм к половине восьмого утра, меня гримировали, а в кадр иногда я попадала только вечером. Ну, кино из кино. И меня очень тяготило то, что я сижу, боясь шелохнуться, потому что, когда я говорила, сиди, иначе испортишь прическу, иначе помнёшь костюм. И я сидела, не шелохнувшись. Но перед кадром он всегда говорил, так, добеги до четвёртого этажа и вбегай в кадр, ну, чтобы встряхнуться, чтобы глаз загорелся, что я и делала. Так я стала нибудь. На съёмочной площадке, конечно, было много всевозможных казусов, но работа была адская. Снимали мы в Крыму. Было очень жарко. Мы были лишены. Мы были оторваны от моря, от возможности искупаться и позагорать. И в достаточно тёплых костюмах, потому что начинали снимать картины в павильоне в Москве в апреле месяце. И как-то не учили, что это будет лето и Крым, видимо. Костюмы были жаркими. И вот мы все в этих костюмах, в горах, на старом Крымском шоссе, где снимали сцены с вождением машины. Всё это снимали с утра и до позднего вечера. Конечно, конечно, Юрий Владимирович Никулин, он нас развлекал, веселил, и Георгий Михайлович Вицын. Но я очень серьёзно относилась к этой работе, потому что я считала, что я напрасно согласилась на эту роль. Не нужно мне было идти на эту авантюру. Актёры профессиональные, любимые зрителями. Я роль проваливаю. И так я и думала, в общем, не только до конца съёмочного периода, но и после того, как фильм вышел на экраны. И даже когда в Доме кино после премьеры меня подошли поздравлять, я плакала. Мне казалось, что меня поздравлять просто утешают. Нина, остановите их. Мы с вами современные люди. Ну, это средневековая дикость. Ну, я нарушил этот кодекс. Ну, я готов признать свои ошибки. Ошибки надо не признавать. Их надо смывать кровью. История фильма «Кавказская пленница» не только весёлая, но и грустная, потому что фильм вышел в ту пору, когда параллельно был кинематограф Тарковского, Куледжанова, Параджанова. Были серьёзные картины. И считалось, что фильмы «Гайдая» это такой второсортный жанр. И поэтому вот я снялась практически сразу после «Кавказской пленницы» в Ви, и многие говорили, ну, вот это да, вот это серьёзная работа, настоящая драматическая роль. А там-то тебе, наверное, было делать нечего. Подумаешь, девочка цирковая в комедии с трюками снялась. А я должен сказать, что мне на самом деле было гораздо сложнее сниматься в «Кавказской пленнице», потому что юмор – это гораздо более серьёзное дело, чем заплакать на экране или попугать. Нина! Нина! Где вы? Нина! Тихо! Иди туда! Время всё расставлять на свои места, и я теперь понимаю, почему столь любима картина, и почему столь любима моя героиня. Потому что я получала письма просто мешками. И от девочек, которые мечтали стать актрисой и просто со мной дружить. И от целых семей, которые приглашали в гости. И от младых людей, предлагавших руку и сердце. И из армии, и из мест заключения. И вот лучше всего сказал о сути поклонения поклонения и любви к моей героине один мой приятель. Он говорит, ты понимаешь, вот Нина, девушка, рядом с которой хочется находиться. она такая открытая, добрая, искренняя, смелая, настоящая. Вот с ней хочется дружить, ее хочется любить, хочется быть рядом с ней, вот быть мужем, женихом, другом, кем угодно, в любом качестве, но быть рядом с ней. Вот он сказал эту фразу, и я сейчас понимаю, что да, вот Гайдаевские персонажи, они тем и замечательны, что особенно вот в первых фильмах Гайдаев и Пес Барбос, и Операция И, и Самогонщик, и Кавказская пленница, и Бриллиантовая рука. Там даже отрицательные персонажи столь симпатичные, что они вызывают положительные эмоции. Саша Зимьяненко тоже очень переживал, что он всю жизнь был Шуриком. Долго переживал по этому поводу. Тоже старался играть роли драматические и характерные, и раньше времени начинал себя ставить в ролях, чтобы как-то уйти от этого образа вечного студента. А вот последние годы, уже когда ушел из жизни Леонид Иович, когда стали уходить актеры, игравшие в этой картине, он как-то смирился с этим. Он понял, что, видимо, да, это все равно роль его жизни. Вот зрители его любят за это. Зрителей не обманешь, хотя у него замечательные были роли и в театре, и в кино. У меня к вам большая просьба. Пожалуйста. Можно вас попросить идти только по шоссе, не сворачивая. А это почему? Да мой осел идет за вами как привязанный. Осел? Ну да. Значит, это он меня преследовал. Он, он, он. А я думала... Нет, он. Он выходил на сцену после фрагмента из фильма, а Саша ведь очень изменился по сомнению с картиной. Он и играл до студента Шурика вот в «Кавказской пленнице» в 30-летнем уже в возрасте. Ну, просто такой моложавый. Ну, а потом начал, естественно, ставить, и зрители никак не могли понять. Вот на экран Шурик, и вдруг выходит седой Саша Демьяненко. И все делали так. А-а-а! Он говорил, да, время. А потом начинал читать рассказы о Зощенко. И через несколько минут все забывали, об этом мы провожали его огромным аплодисментом, потому что артистом он был замечательным. По-настоящему проанализировать и оценить работу с Гайдаем на «Кавказской пленнице» в тот период, когда я снималась, я не могла. Я сейчас уже так как бы возвратно вспоминаю и атмосферу, и то, как мы работали, и то, как все это складывалось. Но вот понимание Леонидовича и какой-то общий язык был найден гораздо позже. И даже не тогда, когда я снималась в «Двенадцати стульях», а вот когда уже пришла к нему озвучивать его картину на «Дерибасовской хорошие погоды», а на «Брайтон-Бич» опять идут дожди. И вот это было, в общем, уже тоже давно, но кажется, совсем недавно. и вот эта огромная возрастная дистанция, которая казалась огромной в тот период, когда снималась «Кавказская пленница», она, конечно, со временем как бы сокращается. И мы с Леонидовичем уже разговаривали как взрослые люди, как коллеги, я как состоявшаяся актриса. И он, у которого, конечно же, период работы над «Кавказской пленницей» тоже был таким ностальгическим. Я помню, мы встретились на 25-летие «Кавказской пленницы», которую в Петербурге строила Леночка Дропек, она тогда возглавляла гильдию актеров. И вот мы приехали туда, и еще был Саша Демьяненко жив, и Юрий Владимирович, и Георгий Михайлович, и Евгений Александрович, все были еще живы, только не был фронтиком макморчан. И этот уж приехал. И вот я помню, когда мы все встретились, мы встретились как родные люди. И казалось, что еще нам и так захотелось опять сработать вместе, и Леонид Иович сказал, что обязательно надо снять продолжение «Кавказской пленницы». У всех было какое-то вот ощущение, что мы еще снимем, снимем, ну, не «Кавказскую пленницу», а может быть, что-нибудь еще лучше. И когда Леонид Иович ушел, вот знаете, это когда не просто уход человека, уход любого человека, он непоправим. А вот Леонид Иович ушел, и вот эта вот надежда на то, что фильматограф Гайдая продолжится, она как бы вот книга захлопнулась. Вот я, когда выхожу на сцену, я чувствую, что те, кто пришел в зал, меня любят. И это, конечно, дорогого стоит. И, несмотря на то, что у меня 61 картина, я понимаю, что любовь это в основном, конечно, вот фильм Кавказской пленнице. Исток вот этой любви это вот истинная, искренняя энергетика кинематографа Гайдая. Это оттуда. Конечно, я, работая на съемочной площадке, училась своих партнеров. Но я думаю, что это происходило подсознательно. Но вот это юное легкомыслие, оно, конечно, не давало по-настоящему оценить то счастье, которое выпало на мою долю. Все в порядке? Можете приезжать. Когда Фрунзик ушел из жизни, я узнала об этом значительно позже, чем это случилось. Потому что как раз уже начался распад Советского Союза, и мы все разъединились. И когда мне сказали «Ты знаешь, а Фрунзика-то уже нету, я схватилась за сердце, и я написала стихи такие А как быстро весна отцвела и стаяло лето, и осенние ветры на землю швыряют листву. Я бросаю стихи и дела в зимний сумрак с тяжелым рассветом. Я отчаялась жить, но немножко еще поживу. Ах, как много потерь и утрат. И сжимается сердце, где родные глаза, их так мало на этой земле. И опять я не сплю до утра и, о, боже, шепчу, милосердный, пусть подольше не гаснет свеча на большом именинном столе. Как это не горько, но этих именинных свеч осталось уже немного на именинном столе. Картина «Кавказская пленница». Но я думаю, что эта картина так много значит для уже нескольких поколений, что она будет всегда живой.